друзья стартует марш он называется марш мирных запорожцев это противники майдана это сторонники политики российской федерации и вот сейчас с площади фестивальная где проходил пикет активисты организации славянская гвардия верное казачество народное ополчение 2 двигнулись маршем сторону площади ленина друзья милиция сопровождает митингующих ну а с вами виталий дзюба канал тезис тиви я в прямом эфире друзья сегодня 8 марта во главе колонны идут активисты с огромным флагом российской федерации скандируют россия 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 Россия! РОССИЯ! ВЕРХУТ! 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 Юлисты скандируют ВЕРХУТ УСЛАВА. Веркут! 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 Запорожье Крым, Россия! Вот Артем Шарлай, помощник Владимира Рогова, главы организации «Славянская гвардия». Крым, Россия! Запорожье, Крым, Россия! Старичную дружбу между Россией и Украиной, чтобы никто не мог нацорить нас. А вот еще, Запорожье, город Герой. Ну и во главе колонны еще активисты с флагом Российской Федерации. Россия! 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 Субтитры делал DimaTorzok Марш сопровождают сотрудники правоохранительных органов В такой боевой амуниции, дубинки, шлемы, защитные средства, щитки На предплечьях, на коленях Напомню, это город Запорожье, 8 марта Фашизм не пройдет! 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 Запорожье! 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 Сапорожье! Россия и Украина, дружба вовек! Россия и Украина, дружба вовек! Добро пожаловать! На порожье, давай! Спасибо, Деду, за победу! На порожье, Крым, Россия! На порожье, Крым, Россия! На порожье, Крым, Россия! На порожье, Крым, Россия! Фашист не пройдет! Фашист не пройдет! На порожье, Крым, Россия! На порожье, Крым, Россия! На порожье, Крым, Россия! На порожье, Крым, Россия! Запорожье, Крым, Россия! Слава России! Россия! Россия! Веркут! 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 Фашизм не пройдёт! Фашизм не пройдёт! Фашизм не пройдет! Друзья, марш колонна русского марша в Запорожье Переближается к одному из главных торговых центров Торговый центр Украины Колонна входит на площадь перед торговым центром Активисты скандируют в Запорожье русский город Россия, Украина, дружба на век! 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 Запорожье! 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 Верх путь! Верх путь! Россия! 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 Украина! Дружба навек! Запорожье вставай! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Друзья, канал ТЗС-ТВ, прямая трансляция. Меня зовут Виталий Дзюба. Это город Запорожье. Сегодня 8 марта. Здесь проходит русский марш. В поддержку политики Российской Федерации, организованной Славянской Гвардией, такая общественная организация. Напомню, уже как двое суток известно о том, что пропал Владимир Рогов, глава этой организации. Но, тем не менее, видите, марш состоялся. В настоящее время колонна митингующих подошла к площади Маяковского. Вот эта площадь. Площадь Маяковского, город Запорожье. Ну, а финиш марша намечен на площади Ленина. Впереди еще долгий путь. Колонна сопровождает усиленный кордон правоохранителей запорожской милиции. Милиция с дубинками. В касках, щепках. Вон там я вижу, какой-то горожанин кричит в адрес колонны. Позор. Кричит позор и гоньба. Там какая-то перепалка у них. Ну, с колоннами никто не выбежал, а просто в его адрес что-то выкрикивает. Украина, Крым, Россия! Украина, Крым, Россия! Украина, Крым, Россия! Вот это Артем Шарлай, помощник Владимира Рогова, главы Славянской гвардии. Он возглавляет это шествие. Славянской гвардии. Активисты скандируют референдум. Активисты скандируют референдум. Ну а наши зрители, которые не из Запорожья, я объясню, что до финиша колонны еще, в общем-то, наверное, где-то половина вот того пути, который уже прошли митингующие. Финиш намечен на площади Ленина, у памятника Ленину. Ну и колонна идет по главной улице города Запорожья, проспекту Ленина. Российские флаги. Вот и огромный стяг Российской Федерации во главе колонны. Такой большой, где-то три на шесть. Наверное, где-то так. Большой-большой. Вот этот стяг несет как привык. Россия, Украина, дружба навек! 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 Фашизм не пройдет! 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 Добро пожаловать в Казахстан! Запорожье вставай! 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 Митингующие скандируют Берку, Куслава, Украина, Крым, Россия, Запорожье, Русский город Милиция с народом, милиция с народом Милиция с народом, милиция с народом А Πорожье вставай! На Такет, На Такет, На Такет, На Такет НАТО НЕТ! Также вот сейчас митингующие скандируют НАТО НЕТ. А вот это и есть Артем Шерлай, помощник Владимира Рогова. Россия, Украина, дружба навек! Марш приближается к бульвару Шевченко. Напомню, на бульваре Шевченко в Запорожье находится мэрия города. Правда, по другую сторону проспекта. Сейчас колонна идет по левой стороне проспекта. А запорожская мэрия, здание находится вот по правую сторону. Вот впереди. Друзья, я сейчас тут кое-что переключу. Немножко картинка сейчас съедет в сторону. Мне просто руки тут... Сейчас, секундочку. Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Россия! 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 так друзья вроде сделал сейчас так все сделал теперь я снова показываю как положено руки у меня теперь свободно вот новый лозунг появился у митингующих русские идут спасибо деду за победу спасибо деду за победу спасибо деду за победу вот здание запорожской мэрии я вам обещал показать вот на той стороне проспекта вот здание мэрии города запорожья колонна проходит мимо в колонне скандируют референдум а 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 Фашизм не пройдет! 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 Все события на сайте Тезис ТВ После всех онлайн трансляций Мы публикуем записи событий Россия, 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 Росс Россия, Украина, дружба на вере! Референдум! Давайте сейчас вытягиваемся, чтобы узкость прошел флаг. С боков проходим сюда вперед, побыстрее чуть пройти узкость. Дальше снова выстраиваемся по четверо. Запорожье, русский город! 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 Россия, Россия, Россия! Россия, Россия, Россия! Россия, Россия! Россия, Россия, Россия! Полона митингующих уже очень близко остается до проспекта Металургов. Город Запорожье, друзья! Вот проезжают машины, сигналят. Выражают, таким образом, свою солидарность с митингующими. Город Запорожье, русский город! Город Запорожье, русский город! Город Запорожье, русский город! Милиция с народом! Милиция с народом! Впереди проспект Металлургов. Остается буквально 150 метров. Ну, а уже после проспекта Металлургов три квартала городских и площадь Ленина. Собственно, это финиш русского марша в Запорожье. Площадь Ленина. С вами канал Тезис ТВ, друзья. Это прямая трансляция, прямой эфир. Все, что вы сейчас видите, происходит в городе Запорожье. Сегодня 8 марта. Запорожье, вставай! Запорожье, вставай! Запорожье, вставай! Запорожье, вставай! Запорожье, вставай! Запорожье, вставай! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот впереди по курсу у нас один из важнейших культурных объектов Запорожья Концертный зал имени Глинки Красивое здание Ну а до площади Ленина буквально остается два квартала, друзья Колона уже приближается к своему намеченному финишу Россия, Украина, дружба на реке! Россия, Украина, дружба на реке! Россия, Украина, дружба на реке! Крым, мы с тобой! Крым, мы с тобой! Крым, мы с тобой! Вот это концертный зал имени Глинки, друзья, Запорожья Россия, Россия, Россия! Я напомню русский марш в Запорожье организован общественной организацией «Славянская гвардия» Украина, дружба на реке! Россия, 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 Россия, Патрон 언�acia, дружба на реке! Россия, украина, дружба на реке! Продолжение следует... 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 Итак, русский марш финиширует. Друзья, канал Тезис ТВ с вами, Виталий Дзюба, это прямая трансляция. Вижу, Артем Шарлай берет слово. Это помощник Владимира Рогова, главы организации «Славянская гвардия», которая сегодня выступает организатором русского марша. Микрофона нет, мегафона нет. У них это не получится. Они могут пустить сюда боевиков, своих наемников. Но, тем не менее, народ остается всегда верен своим древним родственным связям. Мы, живущие на Украине, и наши братья, живущие в России, произошли от одного корня, от Киевской Руси, которую крестил князь Владимир. Мы вышли из одной купели, и врагу не под силу нас перессорить. Сейчас политическая хунта, захватившая власть в Киеве, пытается натравить русских на русских, русских, живущих здесь, на русских, живущих в России. У них это не получится. Тем более, что в России достаточно умно сейчас поступают и не позволяют нашим путчистам столкнуть народы. Несмотря на ту дикую кампанию очернения России, оклеветания, которая сейчас развернута в украинских СМИ, как называет Владимир Рогов, смрады, средствам массовой рекламы, агитации и дезинформации, народ все равно понимает, что Россия и Украина это одно целое, и что нам нужно быть всегда вместе. Если украинцев пошнут воевать против русских, надо будет встать на границе, спиной к спине, и стрелять по тем, кто послал стрелять друг в друга. Большое спасибо всем. Мы встаром в спины будем стрелять. Нет, это они стреляют в спины. Это они стреляют в спины. Кто смотрел съемки на Майдане, когда погибло много людей? Там пули попадали со стороны спины этих майдановцев. Стреляли с их же позиций, нанятые их руководством снайперы. Им нужна была кровь, чтобы столкнуть народ. Сейчас прошло время, люди проанализировали эти съемки. Совершенно очевидно, там видно даже попадание в деревья, в спины, откуда идет стрельба. Сейчас даже Эштон проговорилась в разговоре с эстонским послом о тех снайперах, которые были наняты в Прибалтике. Так что все становится очевидно, все становится на свои места. Мы не должны поддерживать эту хунту, не давать ей шанса стать легитимной. Они захватили власть, но они не стали властью. Вы под них не оручаетесь. Да. Правильно. Сейчас кратенько, кто хочет тоже сказать, можете сказать. Я хочу... Минуточку, я хочу... Давайте не перебивая друг друга, да. Вчера был подписан договор между общественными организациями о ненападении. Но так как они не выполнили свое условие, на сегодняшний день одно из пунктов о выведении своих людей из обл. администрации, мы разрываем этот договор с ними. Пожалуйста. Активистка общественной организации «Наш город». А вот Артем Тельченко выходит. Я задам сейчас его даже как журналист. А что в этом договоре было помимо того, что ненападение? Ну-ка расскажите нам. Договоре я вам скажу. Первое. О референдуме. В дальнейшем отсылание в Верховную Раду. О том, что Запорожье требует референдум. Второе. О том, чтобы в обл. администрации не находились посторонние лица. Под посторонними лицами. Это все организации, которые находились в противостоянии. Создавался штаб. Хотели создать штаб от представителей всех организаций. То есть мы должны были находиться в одном кабинете и решать все вместе. Вместе с Майданом. На тот момент Майдан так же сам был согласен с этим. Сегодня мы это все увидели. Ладно, я уточню свой вопрос. Вы не уходите. Вы сейчас расскажете. Я говорю. Сейчас говорю я. Тихо. А вы сейчас услышите. А вы сейчас услышите. А вы услышите. Это диктатура. Я слушаю. А теперь расскажите нам, как вы собирались вместе с майдановцами разгонять массовые беспорядки. Под которым подразумевалось наше выступление. Кто такое сказал? Это вы говорили. Никто о массовых беспорядках не говорил. Было сказано, все акции должны быть официально зарегистрированы. Я скажу такую маленькую вещь. Четвертый пункт нашего договора составлял договор о том, что выходим мы, выходят они, и создается штаб, где будет идти вместе с силовиками. Делается дружина. Нам не приходили. А стояли совсем другие. Мы отошли в сторону 10 человек, а потом там 20 человек стояло. А вы провокаторы. Они или там веночки начали там война раздаться нам. А что вы говорите? Народ уже хотел расходиться, потому что вы там должны были. Теперь возьмите, если хотите посмотреть. У этого журналиста. Снято. Снято. Все договора. Это отлично было, когда собрали человек 20 рюкзачков. Я с веночком шел? Да, ну вы без веночком. А я с веночком была? Не важно, кем вы были. Вы к нам не присоединились или нет? Почему вы сейчас говорите об этом? Мы прошли все. Где? И никого не было. Мы приехали сюда раньше. Кто вы такие? Кто вы такие? Наш город. Наш город. Наш город. Так вы соединяйтесь к нам. А мы где стоим? А почему? А что это за совместная дружина? Демагогию устраивает. Наш город предал город забросил. Наш город вот это, а не вот это. Вот правильно. Вот эти люди вас предали. Вы на нас не были нас. Ну да, ну да. Они не летали. Почему вы живете? Я сейчас совместная дружина с майтанутыми. Какая дружина с майтанутыми? Объясни мне. Объясни. 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 Какая дружина? Это люди пришли нас убивать. Отнимать язык. Отмешними дружину делать. Это Путин запутался. Где твои стоимость? Он запутался в границах своей республики. Такой седьмой пункт. Здесь люди пришли. Именно потому, что мы не хотим их. А ты с ними, блядь, достигаешь каких-то договоренных. А зачем нам Третья мировая война? Вы хотите войну? Я не хочу. В войну не я сюда придет. Собирают людей. И ты предал город Запорожье. Ты не вывел людей. Хотя людям дурил голову за месяц. Куда вы? Сегодня везде. В Харкове, в Донецке. Вводят людей в поддержку. А ты людей не вывел. Поддержку войны? Ты сейчас прикрываешься Запорожье. Поддержку войны? Уходите отсюда. Вы не с нами. Путин. Вы предали город Запорожье. Не надо войскать город этими людьми. Я сюда могу идти. Не вопрос. Вот и уйди. Ответь на что ты ведешь людей. На войну? Уйди. Сегодня вся украинская акция. Сегодня во всех городах Юра Ростока. Вы будете 10 тысяч, 5 тысяч, 6 тысяч, 20 человек. Пожай за стол переговора. Какие переговоры с фашистами? Какие переговоры? Сел за стол переговора. А что вы тут орете? Что бывает? Да я стоял, блядь. Куда камень кидали? Где ты? Так же самое здесь. Где ты стоял? Так же самое здесь. Человек. Где ты стоял? Где? Где ты стоял? На убыл ради мы стояли. На убыл ради. Стояли возле его полагистратуры. Итак, кидали камни. Вот человек меня видел. Русский你ade. И посмотри, есть там одно, да оно в интернете выложено, если ты хочешь так доказать. Почему? Ты здесь кричишь, хорошо, пошли в облраду кричим. Какая облрада? Скилл, мой губернатор, мой губернатор, я его не люблю, но мой губернатор Пиклученко, его назначал законный пункт. А это что? А я пишу об этом, блядь, читать надо. Так надо не то, что писать, надо идти туда и говорить. Я с предателями Родины с один стол переговором не сяду. Столько на условиях капитуляций? Столько капитуляций этих скотов? Да не буду с кем меня разговаривать. Ты что, бурак, блядь? 41-й год и пошел бы жуком, блядь. За стол с Гитлером садиться? Ты дурак или что? С кем разговаривать? Я пришел сюда с людьми вместе. А ты договариваешься о том, что ты будешь совместно с майданутыми, не пойми кем, бандеровцами, патрулировать мой город. Такие же люди, как и мы. Какие эти люди? Уйди. Уходи, король. Почему в свой повесил флаг ВМС? Украина вместе с майданом. Почему же он здесь делает? Это флаг Украины. Ну, зачем? Месяц майданом. Они же повесили. Это флаг Украины. Ну замечательно. Короче, есть флаги Украины. Это флаг Украины. Какой у Украины? Это флаг Украины. Это флаг Украины. Друзья, напомню, канал Тезис ТВ прямая трансляция. Появился здесь Артем Тимченко, главный редактор газеты «Искра». И у него серьезные претензии к общественному движению «Наш город». за сотрудничество с представителями Майдана и подписание, ну подписали мирный какой-то там они договор. Да, мирный пакт о ненападении. Так называемый. Это флаг Украины. Это флаг Украины. Это флаг Украины. Зачем? Зачем вы делаете? Зачем? Имеем право на выбор. Имеем право на выбор. Имеем право на выбор. Имеем право на выбор. А вы здесь стоите, мутите народ. Откуда вы взялись? Нет, почему? Вы кому задаете вопрос? Откуда вы взялись? Это наш город. Это родное ополчение. Они тут с самого начала защищают память. Проблема в том, что любые переговоры с незаконной властью легитимизируют. Конечно. Точно. Мы не можем вести договоры даже и тихо. А у них другая позиция? Не ведут. Не ведут. Они приехали народно. Они договорились с Майданутом. Они идут по договору с Майданутом. Покажите договор, который вы сегодня поправили. Нет, вы его. Порвали, порвали. Почему вы сегодня людей не выявили? А на каком основании вы выявили? А почему вы от чего ответили? От кого? От чего? А почему людей не выявили? Нет. Никто ничего не подписывал. Ни 57 мы не соглашали. Мы пришли каждый к себе на все организовывание. Мы сейчас отойдем и увидим. Дело в том, что, понимаете, сейчас мы вот сегодня митинг, завтра митинг, 12-й митинг. А мы не будем больше митинг. Мы будем перделять работу. Вот, вы не будете, выйдут другие. А вы что предлагаете? А вы что предлагаете? Вы будете Майданут их представлять. Вы с ними подписали договоры? Наш город. Мы его порвали сегодня. Вы только что признали на камеру. И нам сказали, что ты подписал договор. Ребята, а вообще в чем проблема? Они садятся, договариваются о совместной дружине для подавления беспорядка. Беспорядки того. Так вот пришли колонны. Вы с нами шли колонны. Вы с нами шли? Нет. А почему? По руководцам «Ярос» как negro. А почему нет полонной. Подождите. А где Вы шли? Артем, ваше предложение. Мое предложение я не знаю. Так вы что коммунистическому? Я народ. Нет, я народ. И вы народ молодец? Люди, одну секунду. Я предлагаю следующее. Я не люблю вылазить на три пункта. У меня есть работа, которую я люблю. Я журналист. У меня есть объективная информация, я ее даю. Вылез я сюда только по одной простой причине. Я понимаю, что сейчас нас хотят сунитазить в полное свое число. Усадить за стол переговоров, заболтать, сделать совместные какие-то проекты, подписать договор, обосновать это миром. Когда мы разбредемся по домам, приедут сюда эти подонки со счетами и расскажут, как нам жить. Но мы уже не соберемся. У меня есть предложение одно очень простое. Есть общественные организации, которые понимают четко. И за ними стоят конкретные люди. Я могу сейчас просто дать команду, мои люди отойдут в сторону. Я не выводю сюда всех своих людей. Есть предложение. Создаем юго-восточный фронт. Объединяемся. Мы уходим в полную оппозицию. Я не люблю Януковича. Но я за него голосовал. Я бы в 2015-м его больше не выбрал. Но я хочу, чтобы в этой стране был закон. А не подонок с автоматом. Приходил и рассказывал, как кому жить. Именно поэтому сегодня мы собираем людей, которые хотят, чтобы в этом городе был закон и порядок. И мы будем делать для этого все. И мы будем собирать людей, поднимать людей. И мы больше не будем дробиться. Там коммунисты, там город, там еще кто-то. Пока мы перестанем меряться уставами, вот тогда будет здесь сила. И тогда будут с нами считаться. И мы не будем договариваться. Мы будем говорить, как им жить, а не они нам. Что, согласны? Что, с Майданом никаких больше? Никаких договоров не сходят. Вы с Майданом не сходите с Майданом не сходите с Майданом не сходите с Майданом. Это Российская Федерация. Это Российская. Я знаю. Ну, так а что? А почему Евросоюз? Какие могут быть запросы? Какой Евросоюз? Скажите, нас Евросоюз не видит. У нас у каждого, люди, у нас у каждого есть богатые родственники. Где они были, когда были равны? Они были с нами. Как только они разбогатели, в лучшем случае, на день рождения бабушки мы собираемся вместе. Богатый не видит бедного. Для Европы мы бедные. Они нас не видят. Сыт и голодному нет, товарищ. Вековая мудрость. Поэтому мы можем работать с Россией. Там плюс-минус так, как и у нас. Плюс-минус. Мы вместе можем подняться, вместе можем упасть. Не спорь. Они понимают, что мы говорим. Нам не надо переводчиков. Мы понимаем друг друга. Мой родной язык русский. Я сказал «мама», я сказал «люблю», я сказал «ненавижу». Все самые важные слова в жизни я произнес на русском языке. И почему эти люди считают, что украинцы – это они? Нас больше. Мы эту страну содержим. Мы дышим этими газами. Мы, блин, да они нас называют рабами. Да, мы рабы. Мы пашем, как папы Карла, чтобы у них там, когда вырублены леса, и пошли наводнением, мы их спасаем. Хватит уже, наверное. Знаете, самая большая ситуация. Вот я недавно увидел замечательную надпись «Зоопарк». На клетке со львами висела надпись «Львов не кормить!» На этом уже хватит. «Львов не кормить!» И еще, товарищи. Я просто хочу, чтобы все рассказали своим близким, друзьям, что если мы будем сидеть по кухням, у нас ни хрена не получится. Не хочу говорить грубее, а вот именно кто будет. Поэтому давайте будем каким-то образом обозначим точку сбора. Надо понимать, как будет распространяться информация и так далее. Сейчас мы с этим как-то должны определиться. Должны подойти общественные организации. Мы должны создать такой кулак здесь, в этом городе, не суть важно, возле памятника Ленина, где угодно. Чтобы эти твари даже боялись думать, куда подойти. И понимаете? И так будет. Вот есть у нас организатор митинга, я все сказал. Я пришел себя просто высказать свою позицию. Меня предательство вывело на эту трибуну. Артем, продолжай. Давай, друзья. Товарищи, друзья. Меня зовут Александр Слабиев, и я хочу сказать всем... Александр Слабиев берет слово. Один момент. Сейчас многие люди говорят о том, что все закончилось, но все уже договорились, и все успокаивается. На самом деле, ничего не успокаивается. Мне то же самое говорили в конце декабря в Киеве, когда говорили, что сейчас Майдан сам рассосется. Потом 19-го числа на Грушевского, там все увидели, как он рассосался сам по себе. Точно так же говорили перед 18-го февраля, перед зачисткой, когда они пошли в мирный штурм. И сейчас то же самое, потому что мы имеем один мощнейший фактор, который отличает сегодняшнее время от 2004-го года. Это количество левых стволов, которые вывезли с разграбленных складов во Львове и на Западной Украине. Эти стволы сейчас в руках нацистов, неонацистов, украинских неонацистов. Оружие должно стрелять. И мы должны понимать, что то, что сейчас мы имеем, это называется февральская революция. После февральской революции, увы, это не та февральская революция, за которой стоял этот человек, после этого будет октябрьская революция. И мы должны понимать, что на этом ничего не закончилось, все еще только начинается. И мы еще свое слово скажем, наше слово будет мирное. Мы не должны будем поднимать, устраивать войну, в отличие от этих всех муртиков, которые сейчас закопались в Верховной Раде, этого нелегитимного правительства. Мы не будем заявлять о том, что мы не будем запрещать у нас украинские школы, мы не будем запрещать у нас украинский язык. Мы пойдем по другому пути, мы пойдем нормальным путем. Но тем не менее, мы должны быть готовы к тому, что сюда в какой-то момент приедет правый сектор с Ярошем, и здесь начнется война. И мы должны быть к этому готовы. Поэтому я всех предупреждаю, ничего еще не закончилось. Нужно только готовиться, нужно собирать людей. Нужно собирать людей. Это будут люди самых разных идеологий. Это могут быть коммунисты, это могут быть анархисты, кто угодно. Сейчас главное, все люди, которые хотят иметь право говорить на русском языке. Спасибо за внимание. Артем Шарлай, Славянская гвардия. Товарищи, сейчас... О, вот смотрите, боевая техника уже появилась. Хунта готовит, готовится... Идут артиллерийские орудия и БТР. Толи гонит против России уже боевую технику. Посмотрите, этого ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эти пушки заговорили. Артиллерии. К сожалению, Минобороны слушаются нынешние хунты, где офицерская честь наших офицеров и генералов. Они уступили Западу. Они стали на сторону тех, кто совершил переворот, тех, кто провел кровь в Киеве. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы пролилась кровь между Россией и Украиной. Все, кто поддерживает фронт Юго-Востока, подходите. Там сейчас люди будут записывать. Все организации, все неравнодушные граждане тоже будут записаны. Сейчас посмотрим отсюда колонну движения. Друзья, идет военизированная колонна. Уралы тянут орудия артиллерийские. Калибр отсюда мне не виден, сейчас я скажу. Ну, достаточно большая колонна. Так, ага, идет головной БТР идет. И орудия 122-миллиметровые артиллерийские. Военные Уралы пересекают как раз, идут с левого берега Запорожья, Днепра, на правый берег, через плотину, через Днепрогресс движется колонна военизированная. Так, друзья, я напомню, с вами Виталий Дзюба, канал Тезис ТВ. Это прямой эфир. Ну, тут такая неожиданная произошла концовка этого митинга, русского марша. Появился главный редактор газеты «Искра» Артем Тимченко. Александр Слобиев, это запорожское время. И Николай Резников. Не путайте с Игорем Резниковым. Николай Резников. И вот они предъявили такие серьезные претензии движению «Наш город», которые от имени антимайдана садились за круглый стол с Майданом и вели переговоры и подписывали какие-то бумаги пакта о ненападении. Вот Тимченко призвал никаких переговоров с Майданом не вести. И также он заявил о создании Юго-Восточного фронта для объединения всех сил антимайдана в единое движение. Я услышал, кто-то сказал, что Рогова нашли. Да, Рогова нашли. Только что отзвонились люди, только что отзвонились люди. Не буду говорить, активисты, да. Нашли Владимира, то есть без денег, испытывал. Сейчас вот как-то он там удрился через шужой мобильный телефон выйти на связь. Люди сейчас выехали за ним. Это точная информация, да? А где нашли? В России или в Украине? В Украине нашли. А в каком квадрате? Где-то в районе Харькова. Ну, то есть вот какая-то... Избитый без денег? Да, избитый без денег, то есть люди туда выехали. Меня проинформируют, я там не знаю, или на сайте выставили, как это, информацию. Ну, просто, видимо, люди не дают эфир слушается, ну, да, может быть, чтобы не было дополнительных неприятностей. И тогда, соответственно, люди выехали туда. Будет какая-то информация, я проинформирую. Так, друзья, ну вот такая информация. Артем Тимченко только что заявил в эфире канала Тезис ТВ. Мне о том, что... Поступила информация, что найден пропавший Владимир Рогов. Двое суток о нем ничего не было известно. Его нашли где-то под Харьковом, избитым. Я снимал с него. Он избитый, без денег, попросил какой-то чужой телефон. И вот сейчас активисты его там поехали туда. Но Артем Тимченко утверждает, что информация проверенная. Вот. Ну, а вот колонна военизированная двинулась на правый берег. 122-мм орудия тянут военные Уралы. В голове идет БТР и замыкает БТР. Девять орудий. Колонна только что пересекла Днепрогэс. И ушла на правый берег Запорожья. Друзья, по-прежнему в прямом эфире. Митинг антимайдан как бы официально уже закончился. Ну, теперь вот Артем Тимченко такой новый лидер, можно сказать, антимайдана Запорожского. Его так горячо здесь поддержали, его предложение. И он взял на себя такое руководство оперативная инициатива. Вокруг себя там, я смотрю, собрал вот таких решительных мужчин. И вот они сейчас там обсуждают план дальнейших действий. Ну, перехватил инициативу он у вот этого движения «Наш город». Вот сейчас хочу найти активистов нашего города, где они. Как-то так они вот отступили. Сейчас хочу найти, где наш город. Чтобы взять у них комментарии, как они вообще расценивают все, что здесь только что произошло. А, вот наш город. От нашего города можно будет с кем-то поговорить, да? А вот Владимир Валабура, это общественное движение «Наш город». Сейчас я узнаю у него, что вообще происходит тут. Владимир, канал ТЗС, прокомментируй, пожалуйста, что произошло вот сейчас. Вот Артем Тимченко перехватил так, да, решительно. А, то есть ты считаешь, что тут какая-то есть заказная с его стороны, да, какие-то действия? Ну, вы понимаете, человек должен сначала что-то сказать, он должен сначала что-то предложить. Ну, он предлагает юго-восточный фронт. Хорошо, поднять людей на гражданскую войну. Это выход с положения. Это не выход с положения. Кто теперь будет антимайдан представлять? До этого вы представляли? То есть наш город всегда был активом, да? Я представлял наш город и буду представлять наш город. Никакой Артем Тимченко мне в этом не помешает. У него есть своя организация, потому что он ее поднимает на войну своей. Ну, то есть вы отказываетесь с ним объединяться вот в его... Если у него будут конкретные предложения, мы будем их обсуждать. Но кровь я не пущу на улицу. Моя позиция без крови. Вы все-таки там с майданом что-то подписывали? А то он вам предъявляет, что вы бумагу куда-то подписали, какой-то договор? Если вы когда были сегодня на заседании Груглого стола, вы прекрасно увидели, что... Сегодня эриктор? Сегодня. Сегодня выбирали замок, у Баранова. Это он, выбирали замок. Но дело в том, что... У Баранова. ...было прекрасно. Эти майдановцы, они отказались, они не приняли нашу сторону. Не приняли? Нет. Они сказали, что это не их... Они не могут принимать такие условия, потому что это неправильно. Это официально они заявили? Это надо из самого города. А кто от Майдана выступил с таким заявлением? Артюшенко. Артюшенко. То есть Игорь Артюшенко сегодня вам заявил, что с вами никаких... Да, он на переговоре дальше идти не будет. И он в одностороннем порядке. Так же самое мы разорвали, потому что он не принимает наше решение. Но мы не будем согласовывать с ними, потому что мы согласились только на то, что они уводят людей с обл. рады и убирают детей с обл. Они этого не выполнили. А когда был срок, сегодня должны были уйти? Да, сегодня утром должны были дети уйти с обл. рады. Дети не ушли. И поэтому вы прерываете любые дипломатические отношения, можно сказать, да? Нет, вы переговорите дальше. Если они будут убирать, если они пойдут на наши требования, они их знают. У них выложены наши требования. Если они убирают людей с улицы, с детей с обл. рады, для этого должны быть сидеть... Самооборону, да, вы видите? Нет, да, самооборону, там, НКР это десантники, они на нашей стороне, они так же самое за то, чтобы убрать детей с обл. рады. Есть там такая, не только у нас, вот эта вот там организация, они так же самое нас поддерживают, полностью во всем. Сейчас единственное, на чем надо остановиться, это борьба с Артюшенко. Потому что он заказчик всех этих. Артюшенко, Ляхтич, там вот это вот, женщины, две женщины-миллионеры, которые заказывают всю эту. Вопрос. Да? Спасибо. А чем опасно, то, что дети находятся? Потому что это дети. Дети не должны участвовать в этих действиях. Так, друзья. Это был Владимир Балагура, представитель движения «Наш город». Вот он только что прокомментировал ситуацию, заявил, что Артюшенко сегодня, Игорь Артюшенко, это лидер Майдана, официально заявил, что с антимайданом никаких переговоров нет. И также, по словам Владимира, не выполнил условия по выводу самообороны из здания Запорожского областного совета. Так, а тут вот Артем Тимченко окружен антимайдановцами, и продолжаются тут дебаты. Вот идет обсуждение о создании Юго-Восточного фронта. Фронта сопротивления, как и так я услышал. Какая-то объединенная структура, в которую войдут все движения и единым движением будет выходить. Рогов нашелся, да? Нашелся. По крайней мере, вот сейчас Артем Тимченко сообщил уже, что... Ну, Тимченко только что сообщил. Да, слава богу, они послали уже машины за ним. А неизвестно, где конкретно он нашелся? Где-то под Харьковом сказали, да? Пока ничего не говорит. Ну, виден, четко видна работа СБУ, что уничтожают или деморализуют лидеров. Вы считаете, это СБУ? Я думаю, что это связано с ними, потому что работать в целом, к целому ряду регионов, допустим, по Губареву работала Альфа Ислужная. То есть, я думаю, что каким-то образом связано, по крайней мере, в виде координации. То есть, может быть, исполнители это и боевики, но отследить, как человек перемещается, то есть, ну, там и ума, и ресурсов не хватит материально. То есть, там американцы дают им технику, но техники нужны еще и нужные специалисты, нужны есть в СБУ. То есть, я считаю, что... Артем, второй вопрос. Вот по поводу вот этого сейчас спора, да, появился Артем Тимченко, да? Да, я, конечно... И у него есть претензии к нашему городу, да? Ты, вот Славянская гвардия... Славянская гвардия считает невозможным диалог с хунтой, потому что хунта пришла вооруженным путем. Вот. Мы не призываем к войне, но с вооруженными бандитами может быть только вооруженный диалог. Иначе это монолог, который они нам... То есть, никаких переговоров с Майданом в войне не поддерживают? Я считаю, с Майданом может быть переговоры только в том случае, если они разоружатся и покинут наш город. То есть, приезжие покидают город, все разоружаются, и тогда можно будет говорить на равных. Потому что пока они вооружены, никакого равного разговора не получится. Дальнейшие действия? Дальнейшие действия. Сейчас, дай бог, сегодня прибудет лидер Владимир Рогов. В Запорожье. Тогда уже будем... Будете совещаться. Дальнейшие действия. Спасибо. Спасибо вам. Это был Артем Шарлай. Это помощник Владимира Рогова. Слышали вы его заявление только что в эфире канала Тезис ТВ. В общем, я его комментировать не буду, вам все слышно. Ну, а тут вот Артем Тимченко продолжает работать с митингующими. Убеждает их в чем-то. Будут и рабочие места, будут и падать себестоимость продукции, мы будем конкурентоспособны. Ну, друзья, кто к нам присоединился, я напомню, финишировал русский марш здесь, на площади Ленина. Появился Артем Тимченко. Это главный редактор газеты «Искра». Александр Слобеев. Главный редактор. Ну, я не помню, он главный редактор или он журналист сайта «Запорожское время». Потом Николай Резников. Не путайте с Игорем Резниковым. Николай Резников. Это одно время он тут занимался развитием кинематографа. Это ребл фильм такой. Сейчас я удивился. Я его увидел с Артемом Тимченко. Оказывается, он активный участник этих всех политических событий. И вот они так достаточно решительно перехватили инициативу и заявили, что движение «Наш город», которое вот несколько последних дней взаимодействовало с Майданом, вело какие-то переговоры о мирном урегулировании. Вот, по их мнению, это недопустимые мероприятия. И Артем Тимченко говорит, с врагом вести никаких переговоров никто не собирается, не будет. И призвал к созданию такого Юго-Восточного фронта, куда войдут все движения и организации. И, как я понимаю для себя, речь идет уже о призыве к какому-то серьезному, решительному противостоянию, без каких-либо переговоров со стороной Майдана, друзья. Вот, я напомню, с вами Виталий Дзюба, канал Тезис ТВ. Вы сейчас смотрите прямой эфир. Я транслирую с площади фестивальной, как город Запорожье. Вот, сейчас там идет дискуссия, уже организационная, по планам дальнейших действий. Я, безусловно, вас проинформирую. Я не хочу там в толпу лезть, потому что сейчас идет там разговор об общих политических глобальных вопросах. Вот, а уже потом я возьму непосредственно комментарии у активистов и получу сжатую точную информацию для вас. Ну, а вот Владимир Балагура, это движение «Наш город», он так критично отнесся к инициативам Артема Тимченко. Даже назвал, что, как цитат цитирую, да, он говорит, ну, человек отрабатывает деньги, да. То есть, по его мнению, Артем Тимченко отрабатывает, ну, я не знаю, как это сказать, заказ какой-то или что-то. Что-то он в этом увидел. Но при этом Балагура сказал, что, в принципе, наш город, в общем-то, поддерживает такой подход, что прекратить взаимоотношения с Майданом, ну, по всякому счастью, в Запорожье. Потому что Майдан сам не выполнил никаких условий. И вот сегодня, по его словам, Игорь Артюшенко дал знать об этом совершенно четко. Майдан не сказал, что сотрудничать не будет. И я имею в виду с антимайданом, да. И также, вот, как Балагура сказал, не вывел своих людей из облсовета. Напомню, самооборона Майдана по-прежнему контролирует здание, в котором находятся облгосадминистрации и облсовет Запорожья. Так, ну вот, я смотрю, тут немножко люди какое-то приняли решение. И так вот организованно уже расходятся. Сейчас я подойду еще раз к Тимченко и выясню все-таки, какой итог встречи и какое решение принято. Артем, вы можете прокомментировать, какое решение принято, на чем расстались? Ну, решение принято сейчас приблизительно следующее. Сейчас те люди, которые захотят, там, общественные организации, те, за которыми стоят какие-то коллективы, группы людей, сейчас мы как-то переговорим, скоординируемся, осознаем, и до завтрашнего дня выработаем некую единую позицию. Завтра мы собираемся на 12 часов возле часов влюбленных, которых в Царство Небесное Александр Владимирович, наш мэр, поставил, да? И вот мы там уже как-то будем это озвучивать. То есть, кто хочет, мы не будем формализовывать. Это не митинг, а это такое оргсобрание, да? Или это митинг будет? Это не митинг, это как бы встретились люди для того, чтобы организованно переместиться в городсполку. В 12 на часах влюбленных, то есть мы озвучим какую-то свою позицию. Кому нравится присоединиться, кому не нравится, тут тоже Запорожье. С нашим городом пока... Ну, извините, я не могу понять этих людей, которые подписывают договор о совместных подавлениях каких-то беспорядков. С кем? Как, с кем? Подождите, а кто будет, собственно, эти беспорядки делать? То есть это подразумевается. Да, я сомневаюсь. То есть Майдан вряд ли это будет... Ну, давайте логически мыслить. Майдан это будет делать вряд ли по одной простой причине. Они уже с их точки зрения победили. Стало быть, массовые беспорядки, это мы можем выразить свое мнение. Оно не совпадает с мнением типа власть, больших... То есть, соответственно, они недовольны их мнением. Людей, которые хотят выразить свое мнение, будут разгонять. Извините за выражение, не печатнув, хераси. Вот только что Владимир Балагура, да, наш город, да, он заявил, что ты якобы чей-то заказ выполняешь в данном случае. Да, я выполняю заказ его Юго-Востока Украины, свой личный. Вот. Видите, у меня была раньше только Георгиевская ленточка, а сейчас была Российская ленточка. По одной простой причине я понимаю, что единственный гарант ситуации, чтобы не произошло столкновение вооружения между Юго-Востоком и Западом, это Россия. Единственный гарант. Я не воспринимаю их как оккупантов, я их не воспринимаю как супербратский там народ, я их воспринимаю как миротворческие силы, которые нас должны оградить. Как равновесная какая-то. Абсолютно верно. А потом уже народ пускай высказывает свое мнение. Хотим в Россию, хотим в независимую Украину. Я за независимую Украину. Ты поддерживаешь референдум? Русский марш скандировал референдум. Референдум 100%. А как мы еще узнаем мнение людей? Как мы еще узнаем мнение людей? Больше никак. Я понял. Хорошо, спасибо. 12 завтра на... У коммунистов завтра здесь 12, да? Ну вот я тут знаю, но милиция нам информирует. Ну а теперь, по-друге... Ну мы просто, у нас задача не стревать там в конфликты с милицией, да? То есть, условно говоря, там где митинг, там мы и соберем. Вот скажем так. Да, да, да. Поэтому посмотрим по ситуации. Что, сменяете тогда место? Ну, сейчас давайте туда. Новая водная, да? Сейчас решили. Да. Ну, тогда скажем так. Ну, в крайнем случае, мы в любом случае пошлем людей на часы влюбленные. Предупредить тех, кто не знает. Ну, вдруг сейчас уже люди отошли, значит, завтра мы в 12 людей передрясуем сюда, не более того. То есть, мы же не митингуем, мы просто организованно собираемся для того, чтобы переместиться... В одном месте? В какое-то локальное место для выражения своих слов. Вот как-то так. Ну, то есть, официально в 12 здесь? Ну, значит, тогда в 12 возле памятника Ленина одно, а переадресаторы будут... Кого-то вы туда пошлете, просто скажите. Ну, где-то только. Спасибо. Так, друзья, ну, новая водная, значит, завтра сбор все-таки на площади Ленина в 12 часов. Вот только что милиционер подошел и сообщил, что завтра на 12 здесь заявка у коммунистов. Непосредственно информация от Алексея Бабурина, от коммунистов. Завтра в 12 часов здесь митинг компартии. И поэтому Артем Тимченко решил, что их сбор тоже должен быть здесь. Ну, и те, кто ушел вот раньше и с немножко устаревшей информацией о том, что митинг будет... Не митинг, вернее, а вот эта встреча возле часов влюбленных на площади перед мэрией. За ними просто пошлют гонцов, их предупредят и всех перенаправят сюда. Поэтому такая вот последняя поправка, последняя вводная информационная, это уже точная информация. Завтра активисты антимайдана собираются на площади Ленина в 12.00. Ну, а с вами, друзья, Виталий Дзюба, канал Тезис ТВ. Прямой эфир. Все, что вы сейчас видите, слышите, происходит в городе Запорожье. Гурналистов уважаемых я очень прошу делать ссылочки, потому что заметил, что смотрят эфир. Но, к сожалению, не уважают нашу работу. Я, коллеги, надеюсь, что мы будем взаимовежливы и уважать чужой труд. Вот, ну, здесь время митинга уже, я так понял, закончилось. Поэтому просто стоят активисты, между собой общаются. Сейчас я еще посмотрю плакаты, которые здесь размещены, такие информационные стенды из ДВП, ДСП. Сейчас посмотрим, о чем они нам расскажут, о чем они информируют. Так, вот плакатик с нами, Белоруссия. Так, вандалы с любовью своимиство, ненависть, единство, мир, любовь, война, раскол. Нет расколов, нет войны, нет ненависти. Так, понятно. И я еще посмотрю, что здесь. Так, ага, референдум. Опять же, вот ключевые требования антимайдана. Это распуск Верховной Рады, проведение досрочных парламентских выборов, принятие закона о проведении и исполнении результатов местных референдумов, проведение общеукраинского референдума о федерализации местных бюджетов и принятие закона о расширении полномочий органов местного самоуправления. Вот, ну здесь, это, так я понимаю, стенд вот этой организации или движение, как правильно, наш город. Вот, ну, поникли ребята из нашего города, смотрю. Как-то вот они так отступили от натиска новой инициативной группы антимайдана Запорожского. И, я смотрю, удалились для каких-то там консультаций, между всем. Я имею в виду между сторонниками, вот, членами организации «Наш город». Ну, друзья, знаете, вот эти все процессы, да, внутренних, так называемых, в кавычках, разборок, терок, да, как их в народе называют, они, собственно, свойственны всем вот таким большим движениям, в которые уходит масса организаций и активистов. Это же свойственно, кстати, и Майдану. Там тоже, знаете, и наблюдается такое, не всегда, единство в каких-то стратегических, вернее, в стратегических, кстати, единства, да, потому что все понимают вектор, куда, или за, или против. А вот именно в тактических вопросах не всегда наблюдается взаимодействие, точно, и тоже случаются и конфликты, и какие-то разногласия, и споры, и противоречия. И вот то же самое сейчас происходит на, ну, условно говоря, на вот этом антимайдане в Запорожье. Та же, собственно, тот же процесс, процесс вот такого внутреннего, внутреннего противостояния между группами, которые объединяются в это все движение, которое мы условно называем антимайдан. Стратегически они, в общем-то, едины. Они против оппонентов, то есть против Майдана, они против, они не признают легитимность новой власти во главе с исполняющим обязанности президента Турчиновым. Они поддерживают, собственно, политику Российской Федерации в отношении Украины на сегодняшний день. Вот в этих стратегических, ключевых вопросах, да, антимайдановцы едины. А вот уже в тактических вопросах, на местном особенно уровне, видите, здесь раскол. Например, вот сейчас провозгласили прекратить любые переговоры с местным Майданом и прекратить любые подписания и обсуждения на круглых столах, на комиссиях, на совещаниях, любых взаимодействий, которые должны как-то вот успокоить, что ли, ситуацию. Ну вот по мнению Артема Тимченко, с врагами, с предателями за стол он садиться не собирается. Вот хотя вот последние несколько дней в Запорожье этот процесс был, и вот активисты организации «Наш город» как раз и были той инициативной группой, которая ходила на эти переговоры, выступали от имени антимайдана и пытались там о чем-то договариваться. Ну, наш город тоже говорит о том, что с антимайданом, вернее, с Майданом на сегодняшний день все переговоры прекращаются и опять, так называю, ну, как я это называю, начинается холодная война, друзья. Я вот такое для себя, может быть, бульгарное, может, фривольное определение даю, но на самом деле так, это и есть фон такой. Навстречу никто не хочет друг другу идти, никаких уступок никто не хочет делать, и каждый друг в друге видит действительно уже, ну, я не побоюсь этого слова, пусть идеологического, но врага. Вот, поэтому холодная война продолжается, и когда наступит все-таки эта оттепель, и граждане станут вновь едины, пока мне сложно сказать. Тем временем митинг, в общем-то, официально закончился. Вот я по-прежнему с вами, меня зовут Виталий Дзюба, город Запорожье, это канал Тезис ТВ. В записи вы все это сможете посмотреть, и особо интересные моменты на нашем сайте, тезис.тв. Заходите, пожалуйста, на сайт, смотрите записи прошлых эфиров, также вы увидите особо интересные записи сегодняшнего эфира, просмотрите детально, это позволит вам иметь емкое и цельное представление о процессах, я имею в виду для тех людей, которые интересуются этими процессами, которые хотят питаться не информационными слухами, домыслами, и какой-то дезинформацией второсортной, а действительно информацией от первого источника, чтобы глубже понимать, что происходит, и самое главное, видеть это, потому что одно дело читать, а другое дело непосредственно это видеть. Когда человек смотрит, когда он видит, он получает значительно больше информации, в том числе и на бессознательном уровне, и у него возникает более цельное представление о событии, которые он наблюдает в видеоформате. Поэтому мы стараемся показывать больше, как есть, и не особо комментировать, избивать зрителя какими-то своими мнениями, потому что мое мнение на самом деле вас не очень должно сильно интересовать, хотя, безусловно, у меня есть свои убеждения, но я стараюсь ими не особо делиться, не навязывать их никому. Моя задача вам показать события, для вас раскрыть его сущность, показать вам спикеров, показать вам ракурсы, различные точки зрения, раскрыть тех или иных лидеров, которые провозглашают какие-то идеологические программы. Ну, а вы уже на основании этих материалов имеете возможность сложить собственное убеждение. Вот. Ну, также я напомню, вот стало только что известно, да, в эфире канала Тезис-Севи, Тимченко, сославшись на свои источники, заявил, что нашелся пропавший уже, как двое суток, лидер славянской гвардии Владимир Рогов. По словам Тимченко, он нашелся где-то под Харьковом, избитый, без денег, без мобильного телефона, и у него там появилась возможность без какого-то чужого телефона позвонить и сообщить свое местонахождение. Вот активисты сейчас, которые там ближе всего к нему, они выехали за Владимиром Роговым. Вот. Ну, и также, друзья, напомню, что на завтра на 12.00 антимайдановцы решили собраться на площади Ленина. Вот новым таким лидером, можно сказать, сегодня стал Артем Тимченко, который взял на себя вот инициативу, призвал людей к более решительному противодействию по отношению к Майдану. И вот завтра очередное у них оргсобрание здесь на 12.00. Кстати, здесь же будет проходить митинг коммунистов. 12.00. Друзья, ну я на этом сейчас прекращу прямую трансляцию. немножечко погреюсь, вот, а позже выйду на связь и снова будет прямой эфир интересный. Я думаю, вам понравится. Вот с вами Виталий Дзюба, канал Тезис ТВ. Оставайтесь с нами. Следите за анонсами, за новыми эфирами. Ну и смотрите записи на сайте tesis.tv Сегодня 8 марта. Пользуясь случаем, еще раз я поздравляю всех девушек, женщин, девочек, с международным женским днем, тепла вам, добра, счастья, радости. Пусть все будет хорошо. На этом я пока прощаюсь, отключаюсь. Ну и до встречи в новом эфире, друзья. Пока.